Всем привет, с вами Роман Раскольников, и сегодня мы поиграем в Mass Effect. Я уже как бы... ну, я планировал в эту игру поиграть, но немного попозже, но один из подписчиков меня попросил заснять прохождение Mass Effect 2, но для начала, для того, чтобы заснять Mass Effect 2, нужно пройти Mass Effect 1 часть. В общем-то, я уже как бы почитал Вики про Mass Effect, потому что я хочу несколькими разными способами проходить. Я планировал пройти два раза игру, но тут, я думаю, двумя прохождениями я не обойдусь. Придется еще несколько дополнительных персонажей создавать, но я придумаю, я там быстро как-нибудь пройду уже, ну, и так как я уже проходил. Видео я буду снимать по заданиям, например, пролог, там первое задание, второе задание, побочные задание, побочные задания я буду снимать отдельно, также я буду различных персонажей, также я буду создавать различных персонажей, ну, в общем-то, мы начинаем. Для начала мы создадим с хорошей кармой персонажа. Так, новая игра. Добро пожаловать в базу данных вооруженных сил. Запрос доступа к засекреченной информации. Так, включиться к базе данных. Давайте подключимся, посмотрим, что будет. Устанавливается связь. Связь по защищенному каналу установлена. Так, ну, для начала мы профиль, я там посмотрел, там 6 только классов, различные дополнительные, как бы, ну, дополнительные пункты, которые будут зависеть тоже для дополнительных миссий, для второстепенных. Например, выберя какой-нибудь психологический профиль, у нас в одном случае откроется миссия, в другом случае закроется какая-то определенная миссия. Давайте мы создадим новые данные. Во-первых, мы поменяем пол. Так. Готово брать не будем, потому что у них нет регулированных кое-что. Другие показатели. Так, создадим женскую персонажа, она на вас будет доброй, обаятельной. Потом я создам второго персонажа, он будет злым. Ну и, в общем, там... И также дополнительные эти... Подкручу ему статистики. Для доступа к профилю идентифицируйте себя. Так, Дженни Шепард так и оставим. Ничего лишнего думать не будем. Внимание, данные повреждены. Пожалуйста, восстановите свой профиль. Так, ну давайте восстановим профиль. Подтвердите биографию до поступления на службу. Так, биография, вот как раз таки. Мы выберем... Ваши родители состояли на службу в войсках Альянса. Все ваше детство прошло в переездах на станциях и кораблях. Ваша семья не задерживалась нигде дольше, чем на несколько лет. Вы решили пойти по стопам родителей и сразу после школы поступили на службу. В общем, мы выберем для начала скиталец. И скиталец и герой войны. Это даст нам больше стартовых очков кармы. Тут как бы есть очки отступника и очки героя. Ну, в общем, положительная, отрицательная карма. Данный персонаж у нас будет чисто положительным. Поэтому мы берем скиталец. Подтвердите психологический портрет. А... Или уцелевший. Так вот, тут я немного запутался. Вроде скиталец или уцелевший дает нам. Безжалостный... А, вот, да-да-да-да-да-да-да-да, вот я не уцелевший, я герой-герой войны. Просто, где я смотрел, герой войны шел первый, я его не сразу не прочитал. Так, значит, скиталец, герой войны. Это даст нам максимальное число стартовых очков. Подтвердите военную специальность. Так, военная специальность. Это как раз-таки класс. Так, штурмовик. Штурмовик это солдат, имеющий биотехнические способности. Их специализация ближний бой. Использование боевых имплантов и оружия делает их очень опасными. Ну, так как она у нас является женщиной, поэтому ближний бой мы будем исключать. Мы будем дальний бой вести. А вот, например, другой персонаж у нас будет, может быть, даже штурмовик. Сейчас мы посмотрим. Солдат. Солдат это военные специалисты, наилучшим образом подготовлены для боя. Они обладают крепким здоровьем, могут обучиться использованию любых типов оружия. Ну, я так думаю, мы выберем и разведчик. Так, разведчики это бойцы, которые сочетают боевые и технические навыки для уничтожения и обезвреживания противника на расстоянии. Обучены использовать, так, уни-инструменты. Разведчики отдают предпочтение расшифровки данных и боевым операциям. Ну, в общем, давайте разведчику возьмем. Подтвердите внешние данные. Ну, внешние данные, ладно, подтвердим, какие есть. Потом уже, если другой персонаж будем создавать, уже поменяем что-нибудь. Восстановление профиля завершено. Так, вот. Лассер-отведчик, герой войны, скиталец, имя Дженни Шепард. Ну, думаю, вот это как раз может быть и на превью. Ну, пойдет это, чтобы превью у меня будут разные, в зависимости от класса и тому подобное. Также дополнительные миссии, когда я буду проходить, я разными буду проходить. Ладно, продолжим. Да, я согласен. Личность идентифицирована. Уровень сложности. Давайте нормальный. Автораспределение только отряд. Отряд игрок. Так, это автораспределение, только отряд. Давайте автораспределение, пускай у нас будет включено, так как я играю первый раз. Это навыки будет распределяться у отряда. Так, ну, автоматически. Точность автоприцеливания средняя. Так, помощь в автоприцеливании, да? Давайте среднюю сделаем, автоприцеливание, я так помню, вот это типа помощь. Использование умений отрядом включено. Да, пускай отряд использует свои умения. Субтитры, да? Автосохранение, да. Уровень сложный, нормальный, все, мне все это устраивает. Так, мы проходим пролог. Итак, что же Шепард? Родилась в космосе. Большую часть жизни провела на космических станциях. Армия у нее в крови. Ее родители оба служили в ВКС. Она хорошо показала себя во время Блица. Сдерживала наземные силы противника до подхода подкреплений. Если бы не она, Элизиум пал бы. Ее отвага вне всякого сомнения. Человечеству нужен герой. А лучше капитана у нас никого нет. Я приму решение. Так, в 2148 году исследователи обнаружили на Марсе останки древней цивилизации космических путешественников. В течение нескольких последующих десятилетий эти артефакты открыли тайны новых удивительных технологий. Ну, я так и знал, что я не успею это все прочитать вслух. Подходим к ретранслятору на Арктур Прайм. Начинаю процедуру перехода. Капитан. Мы подключились. Идет расчет транзиты массы и направлений. Я надеюсь, то, что класс зависит, ну, тот, который мы выбрали, очень сильно будет менять саму игру. Готовность номер один. Начинаем заход. Контакт с интернет-святой участием. Три. Две. Погон. Так, ну, я так понимаю, это был гиперпрыжок. Малая тяга. Норма. Гиперрылок. Навигация. Норма. Внутренние тепловые коллекторы задействованы. Все системы работают. Дрейф в пределах 1500. 1500, это хорошо. Ваш капитан будет доволен. Вот гандон. Найлус сделал вам комплимент, а вы его ненавидите. Если ты вышел из сортиры, при этом не забыл застегнуть комбез, это хорошо. А я только что совершил прыжок через всю галактику и попал в цель не больше спичечной головки. И это уже мега круто. К тому же спектры, это не к добру. Мне не нравится, что он на борту. Считайте меня параноиком. Вы параноик. Совет помог профинансировать проект. У них есть право проверить, на что пошли их инвестиции. Да, официально все именно так. Но только идиот верит в официальные версии. Так. А вот тут мы уже... Ну, я так понимаю, согласны. Там вроде, если я соглашусь, мне дадут тоже дополнительные очки кармы. Ну, давайте, согласен. Спекторов не посылают на тестовые полеты. Значит, здесь нечто большее, чем говорить нам Андерсон. Джокер, доложите обстановку. Только что прошли через ретранслятор, капитан. Стелс-система запущена. На вид все спокойно. Хорошо. Найдите коммуникационный буй и подключитесь к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм. Слушаюсь, капитан. Советую застегнуть все пуговки. В вашу сторону движется Найлус. Он уже здесь, лейтенант. Передайте капитану, мы встретимся до инструктажа в радиорубке. Слышали, капитан? Так, вот сейчас, так. Он недоволен? Голос у него злой. Похоже, что-то пошло не так, как планировалось. Хм, у него всегда такой голос, когда он говорит со мной. Интересно, с чего бы это? Так, ну давайте сразу все раз посмотрим, что здесь можно делать. Так, во-первых, я так понимаю, это мое... А, нет, это Джокер. Так, ну, это обучение проходить. Я знаю, как это делать. Капитан ждет вас в радиорубке. Капитан ждет вас в радиорубке. Так, он разговаривать с нами не хочет. Капитан, думаю, не стоит заставлять Андерсона ждать. Так, ну ладно, ну ладно. Так, я застрял. Так, все, можно двигаться. С этим говорить мы не можем. Так, вот с ним можем поговорить, да? Что это у нас? Штурма. С ним можно поговорить. Поздравляю, капитан. Похоже, все прошло гладко. Вы идете к капитану Андерсону? Так, я слышал, как вы спорили. Похоже, вы не доверяете нашему гостю Турианцу. Простите, капитан. Просто мы с Адамсом перебросились парой слов. Ничего такого не имели в виду. Но знаете, есть в этом задании что-то странное. Вся команда это чувствует. Что вы имеете в виду? Думаете, руководство Альянса что-то от нас скрывает? Если мы должны просто испытать стелс-систему, тогда почему командует капитан Андерсон? Да еще этот Найлус. Спектры. Элитные агенты. Сверхсекретные. Зачем посылать спектра, причем спектра Турианца, на пробный полет? Что-то тут не складывается. Так. Давайте разузнаем. Что такое стелс-система? Что вам известно о стелс-системах? Я только знаю, что она скрывает нас от сканеров и датчиков. Передавая технология. Нормандия. Единственный корабль с подобным двигателем-прототипом. Но почему у нас экипаж по полному штатному расписанию? Дешевле было бы оставить только основной состав. И шансов, что будет утечка, меньше. Да еще этот Найлус. Понятно же, что эта прогулка всего лишь прикрытие. А... Прикрытие? Для чего? Понятия не имею, капитан. Но мы явно здесь под ложным предлогом. Разузна... Так, стелс-система. Что вам известно о стелс-системах? Так, это же мы проходили. Я же не знаю, что разгрывает нас от сканеров и датчиков. Нормандия. Да еще этот Найлус. Понятно же, что эта прогулка всего лишь прикрытие. А, вы ошибаетесь. Ну, а давайте узнаем. Капитан Андерсон. У вас какие-то проблемы с капитаном? Мистер Андерсон. Никак нет, мэм. Но я не понимаю, что он тут делает. Капитан Андерсон. Один из самых прославленных действующих офицеров. Если он переплавит все свои медали, то сможет сделать свою статую в полный рост. Такого бойца не посылают на пустяковое задание. Он слишком серьезно относится к нашему полету. Здесь что-то большее. Так, разузнать. Давайте разузнаем проспекты Турианца. Вы не доверяете Найлусу? Я вообще Турианцам не доверяю. Это у меня наследственное. Мой дед участник войны первого контакта. Он много друзей потерял, когда Турианцы на нас напали. Так, давайте его успокоим. Это было давно. Это было 30 лет назад. Нельзя винить в этом Найлуса. Да, вы правы. Там будем отыгрывать доброго такого. На борту Спектр, тем более Турианец. Мы, корабль Альянца, мы представляем человечество. Но Найлус, в отличие от всех нас, не подчиняется капитану. У Спектров своя субординация. И они не летают на обычное задание. У Найлуса такой вид, словно он ждет каких-то боевых действий. Мне это не нравится. Хорошо, я разберусь. Попробуй что-нибудь у него вытянуть, когда увижу. Удачи, капитан. Так, там мы тоже можем взаимодействовать. Здесь можем взаимодействовать. Так, кстати... Так, давайте поговорим с ними. Как вы думаете, капитан? Мы ведь Найден Прайм недолго пробудем. У меня руки чашутся по настоящему делу. Я искренне надеюсь, что вы шутите, Капрал. Ваши настоящие дела обычно кончаются тем, что мне приходится вас штопать в лазарете. А, расслабьтесь, Дженкинс. Успокойтесь, Капрал. Хороший солдат спокоен всегда, даже под огнем. Простите, капитан, но я скоро побру от ожидания. В первый раз у меня такое задание. Испектор на борту. Разузнать. Найлус. Что вы можете мне рассказать о Найлусе? Турианцы пользуются уважением. У них больше патрульных кораблей в пространстве цитадели, чем у любой другой расы. Хотя мы с ними не всегда ладим. Кое-кто считает их слишком упрямыми. Другие до сих пор винят их в войне первого контакта. Лично я с Найлусом и парой слов не обмолвилась. Он говорит только с капитаном Андерсоном. Я слыхал, Найлус как-то в одиночку перебил целый взвод. Поверить не могу, что на задании вместе с настоящим спектром. Так, давайте еще раз узнаем про спектр. Что вы знаете о спектрах? Только то, что рассказывают. Агенты спектры подчиняются только совету цитадели. Обычно работают по одному или небольшими группами. Однако официальных полномочий у спектров нет. По сути, это тайная организация, которая поручена охранять и защищать стабильность галактики. Да, защищать любой ценой. Вот о чем не забывайте. Спектры стоят над законом. Так, я хочу узнать про Иден Прайм. Вы ведь сами с Иден Прайм, верно, Дженкинс? Как оно там? Тишина и покой, капитан. Колонизацию проводили очень деликатно, так что на планете сейчас ни городского шума, ни загрязнения. Мои родители жили на окраине колонии. По ночам я бывало ходил на холл и глядел через поля на огни главного поселения. Очень было красиво. Но когда я стал старше, то понял, что для меня там слишком уж тихо. Потому и пошел на службу. Даже рай, в конце концов, надоедает. Так, для чего мы туда летим? Есть идеи, почему нас отправили на Иден Прайм? Я точно не знаю, капитан. Иден Прайм одна из самых стабильных колоний. Вполне подходит для тестового полета. Ничего опасного там нет и быть не может. Но что-то там видно случилось. Раз у нас спектр на борту. Вот и я места себе не нахожу. Не могу никогда ждаться настоящего дела. Капитана у обычного капрала спрашивают, зачем мы летим. То есть, если капитан не знает, значит информация у обычного капрала как будто есть. Так, ну ладно, все будет хорошо. Относитесь к этому, как ко всем прежним своим заданиям. И все сложится. Вам легко говорить. Вы-то себя показали во время Блица. Все знают, на что вы способны. Для меня же это большой шанс. Я должен показать начальству, на что я способен. Так, ну будьте осторожны. Вы молоды, капрал. У вас впереди еще долгая карьера. Не наделайте глупостей, чтобы ее не испортить. Не волнуйтесь, мэм. Я не на портачу. Так. Разузнать нам нечего. До свидания. Меня ждет капитан Андерсон. До свидания, капитан. Так, вот да, мы получили еще очки героя. Так, на Арус. Капитан Шепард. Хорошо, что пришли раньше. Будет возможность поговорить. А где капитан Андерсон? Капитан сказал, что встретит меня здесь. Он уже идет. Меня интересует та планета, куда мы летим. Иден Прайм. Я слышал там довольно красиво. Так. Красиво? Не то слово. Говорят, что это настоящий рай. Да, рай. Спокойно, тихо, безопасно. Для вашего народа Иден Прайм имеет символическое значение. Так? Доказательство того, что человечество способно не только создавать колонии, но и защищать их. Но так ли там безопасно? А почему вы спрашиваете? Вы что-то знаете? Ваш вид еще новичок, Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Готов ли Альянс к этому? Думаю, пришло время рассказать капитану, что на самом деле происходит. Это задание не просто пробный полет. Так. Я знала. Я догадалась, что вы чего-то нам не говорите. Нам нужно незаметно собрать кое-что с Иден Прайм. Поэтому понадобился специалист по тайным операциям. Вы должны были сказать сразу. Или сейчас, подождите. Почему незаметно? Давайте вы должны были сказать сразу. Я не люблю, когда от меня что-то скрывают, капитан. Приказ самого верха. Информации минимум. Только, как говорится, необходимое знание. Ученые копали на Иден Прайм. Нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Протеанский? Я думала, что протеане исчезли 50 тысяч лет назад. Но осталось их наследство. Ретрансляторы, цитадель, двигатели наших кораблей. Все это основано на протеанских технологиях. Вопрос не шуточный, Шепард. В последний раз подобное открытие подтолкнуло человечество на 200 лет вперед. Но на Иден Прайм нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, мы должны вывести его на цитадель. Капитан, эта находка выходит за рамки интересов человечества. Открытие такого масштаба повлияет на все расы в пространстве цитадели. Так. Зачем уведомлять о нем совет? Почему бы не оставить маяк себе? У вас, людей, не самая лучшая репутация. Некоторые расы считают вас эгоистичными, слишком непредсказуемыми, слишком независимыми, даже опасными. Если мы расскажем о маяке, улучшим свои отношения с советом. К тому же, нам нужна их научная помощь. Они знают о протеанах больше нашего. Маяк не единственная причина, по которой я здесь, Шепард. Найлус хочет увидеть вас в деле, капитан. Он хочет вас оценить. Могли бы предупредить заранее. Вот значит, почему я везде на него натыкаюсь. Альянс уже давно добивается этого. Человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике. Мы желаем оказывать больше влияния на совет цитадели. Спектры — это власть и авторитет. Если они примут в свои ряды человека, все поймут, сколь многого смог добиться Альянс. Во время Блица вы в одиночку сдерживали натиск противника. Вы не только проявили отвагу, но и показали большое мастерство. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место Спектра. Так, мою кандидатуру. Зачем Турианцу нужно, чтобы среди Спектров был человек? Не все Турианцы презирают людей. Некоторые из нас видят в вашей расе полезный потенциал. Вам есть, что предложить остальной галактике и Спектром. Мы элитная группа. Те, в ком есть нужные нам качества, встречаются нечасто. То, что вы человек, Шепард, не имеет значения. Важно, что вы способны делать эту работу. А вы с этим согласны? Полагаю, что это пойдет на благо Альянсу. Это нужно Земле, Шепард. Мы полагаемся на вас. Мне нужно самому увидеть, на что вы способны, капитан. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить командой наземных бойцов. Заберете маяк и быстро доставите его на корабль. Найлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Так, разузнать. Протериане. Что вам известно о протеанах? То же, что и любому школьнику. Технически развитая раса правила галактика 50 тысяч лет назад. Потом сгинула. Куда и почему неизвестно, хотя теорий куча. Понятно, что без протеан нашей цивилизации не было бы. Их цитадель сердце галактического сообщества. Без их ретрансляторов были бы невозможны межзвездные путешествия. Мы все в огромном долгу перед протеанами. Иден Прайм Мне хотелось бы больше знать об Иден Прайм прежде чем мы там окажемся. Но что тут можно сказать? Мирная аграрная планета одна из самых старых и успешных наших колоний. Мы показали, что готовы заселять новые планеты, готовы выйти за пределы Земли. Иден Прайм символ эволюции человеческой расы, а теперь прославится еще и как место, где люди совершили открытие галактического масштаба. Так, ну и конечно же я хочу узнать про маяк. Почему этот маяк так важен? Вся современная цивилизация в галактике основана на технологиях протеан, даже ваших. Если бы мы не нашли протеанские развалины на Марсе, то до сих пор торчали бы на Земле. Там был всего лишь маленький диск с данными. А тут целый маяк. Что если это архив по вооружениям? Нельзя чтобы он попал не в те руки? А, не в те руки? А, систем термин? Теоретически да. Но некоторые расы в системах термина могут быть не против развязать войну. Вряд ли совет порадуется масштабному конфликту с системами термина. Так что мы должны все сделать без шума. Так. Ну хорошо. Начинаем. прикажете, капитан? Мы уже на подходе к Иден. Капитан, у нас проблема. Что случилось с Джокером? Сэр, сообщение с Эден Прайм. Посмотрите сами. Выводи на экран. Ложись! На нас напали! Несем тяжелые потери! Повторяю! тяжелые потери! Не важен! Эвакуация! Они свалились из ни откуда! Требуется ... После этого все обрывается. Сигнал они вообще ни хера нет. Перемотай на 38,5. Докладывайте. 17 минут полета, капитан. Корабли Альянса в районе нет. Вперед, Джокер! Быстро и тихо. Задача только что сильно осложнилась. Ударная группа может выдвинуться быстро и не привлекая внимания. Это шанс забрать маяк. Встречаемся в грузовом трюме. Пусть Аленка и Дженкинс готовятся. Вы идете на выход. Спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал.